Лебедка Под нее специальная площадка Также компактная То есть это максимальное усилие Вот в таком небольшом форм-факторе Почему она долгожданная Потому что много поступает у нас запросов От владельцев небольших автомобилей Ну такие вот как у нас сегодня на тесте будет Рафик, Дастер, Нива, Джимник Ну и какие-то аналоги Любые автомобили, которые В общем в принципе не серьезные Какие-то внедорожники, а полноприводные Ну где-то иногда выезжают люди на рыбалку Ездят еще куда-то Это нужно часто, преимущество это что компактность Небольшой вес, можно работать одному Очень удобно В хранении тоже все достаточно просто Потому что место не занимает Сегодня попробуем ее испытать как она работает в деле И показать вам все это В качестве ручки Использовали вот такую стропу Не просто так, для того чтобы максимально сократить Габарит лебедки Чтобы не городить никаких металлических ручек Соответственно еще она станет чуть-чуть Опять же легче Вес лебедки, весь, составляет 16,5 кг Ну в принципе вот он, да На одном пальчике висит Лебедку переносится легко и просто Одному из багажников в салон Это не нужно перелагать героических усилий Все это легко и просто И компактно Ну вот багажника, скорее даже багажничек Рафика, он небольшой И вот она лебедочка Ну как бы совсем Не видно, что она здесь есть Вот она там в сравнении с ящиком Попробуем испытать ее У нас есть такая тут, но очень непростая Тестовая горочка Даже серьезные внедорожники Сюда не все заходят Либо заходят с большим разгоном Думаю, что Рафик тоже не заедет сюда Песок, песок рыхлый Ну в общем Пляж, рыбалка Все что угодно Выехали, застряли Ситуация жизненная И да, мы знаем, что Спустив колеса Нам будет полегче Но это не тот случай Поэтому мы еще и хотим его усугубить Чтобы было все совсем тяжело И машина точно не выехала Ну пора цеплять лебедку Пора Итак, небольшое отступление Заявленная тяга лебедки 2700 килограмм Сейчас мы на стенде проведем Замеры реального усилия Соответственно, все это делается На первом слое намотки троса На барабан Замеры реального усилия Лебедка должна была вытянуть 2722 килограмма А вытянула больше Трех с половиной тонн Трикс Не самые простые условия Для установки Ой Куда-то Провод для подключения К бортовой сети Мы уже вывели заранее Покажем там Как все это делается Небольшие там особенности Расскажем В комплекте с лебедкой Идет сумка В которой У нас находится Пульт управления Проводной Дистанционный пульт Два шакла И провода Для подключения электрики Сейчас покажем Как подключить Эти провода Непосредственно На автомобиле Тойота RAV4 Провода в комплекте Длиной 1 метр Если у вас Аккумулятор находится Где-то в другом месте Не под капотом Ну значит Нужно их Изготовить другие Более длинные Уже по месту Здесь мы предварительно Уже открутили Гайки И почистили место Куда будет Подсоединяться лебедка Потому что это важно Должен быть хороший контакт Поскольку Электрика Это в первую очередь Наука контакта Здесь контакт Нормальный По площади А вот здесь Допустим Я не буду Подключать Сюда Потому что Мне кажется Что здесь будет Недостаточная площадь контакта Мы подключим Уже непосредственно Вот на вот эту клемму Далее провода Нужно расположить Так чтобы они не мешали Ну допустим Здесь открывать Крышку бачка Пристегнуть их Стяжками В каждом случае Это все Индивидуально Коннектор Также Учитывая что Здесь есть два Крепления Можно либо на Какое-то имеющееся Отверстие Либо Изготовить Какой-то небольшой Согнуть кронштейн И он у вас остается Все время Подключенный То есть К нему можно Лебедку В любой момент Подключить Также Плюс Переносной лебедки В чем Что вы Вот такой вот Конец Для подключения Можете установить На несколько автомобилей Своих друзей Товарищей Допустим На два На три автомобиля И использовать Одну лебедку На всю компанию Ну и соответственно Также это все Можно вывести И назад Либо использовать Просто Переключатели Которые Внешне Удлинители Которые Внешне Идут На заднюю Часть Автомобиля Провод У нас Установлен Цепляем Лебедку Для присоединения Лебедки К автомобилю Используем Трос Идущий В комплекте С двумя Включаем Электрический Разъем Всегда На всех Случа Проверяем Что у вас Минус был С минусом Плюс С плюсом Электрику Мы подключили Воспользуемся Пультом Дистанционным Который у нас Идет в комплекте Соответственно Включаем Долго Держим Загорается Красненький Огонек Вот он уже Горит Лебедка Сама по себе Очень красиво Это некое Такое произведение Лебедочно-инженерного Искусства Но оно не просто Так для красоты Все это сделано Внутри Установлен Блок соленоидов Управляющий С моткой Размоткой Лебедки А также Радиоблок При помощи которого Подключается Пульт Дистанционного управления Переключатель Свободной Размотки Установлен В торце Так что Его даже В принципе Незаметно С первого взгляда И кажется Что его нет Подключили Присоединили Зацепили Подмотаем трос У нас по сути Это уже получается Вот заканчивается Второй Слой Ну как говорится Поехали Попробовали Мы не потянуть Тянем Но У нас Пока что Получается Якорь едет К нам А мы К якорь В основном Не едем Сейчас Немножко Подкопаем Все таки Вот эти Дела Они тоже Опираются Колесо Попробуем Еще раз Вот мы Начали Потихоньку Двигаться Полезли Полезли Получается Конечно В такой ситуации Лучше Чтобы было Два человека Один Ну Здесь уж Получается И три Но кто-то Должен Наблюдать Со стороны Что у вас Происходит С лебедкой Как наматывается Трос В итоге Не так было Просто Как ожидалось Казалось Что все будет легко Что тут горочка Лебедка У нас мощная Но все таки В песок Есть песок Эффект есть Рафик Машина Не самая легкая Все Мы выбрались Провели мы Испытания Небольшие Лебедка Показалась С лучшей стороны Соответственно И Бывает Вопрос Такой А почему Не поставить Стационарную Лебедку Ну вопрос Где Рафик И где Стационарная Лебедка Ну некуда Ее здесь Ставить И не нужна Она ему В большинстве Случаев Часто А иногда Выручает Вот такой Вариант Мощный Компактный Сильный Мы въехали В такую Серьезную Горку В которую Ну с драумами Без лебедки Я бы не полез На Рафике Небольшой момент Еще присутствует Это уже Конструктивная Особенность Автомобиля Здесь влияет На Рафике Как прям На серьезном Внедорожнике Две Проушины За которые Очень удобно Цеплять Лебедку И она Соответственно Растянута Получается На трех Точках На дастере Допустим На дастере И на многих Вообще На почти На всех Остальных Внедорожниках Даже там Ренджроверах Маленьких Там Лендроверах У них Зачастую Одна проушина Сбоку Или по центру И при работе Возникает Небольшой эффект Центра тяжести Ее просто Переворачивает На работоспособность Это не влияет Некоторые неудобства Это конечно вносит Но это либо Установка Второй проушиной И тогда вообще Все решается На многие машины Их можно поставить Либо Оставить это все так И работать Иногда это Можно себе Позволить Это не будет Напряженно Цены Ассортимент Лебедок Все у нас Представлено На наших сайтах Ссылки В описании Субтитры сделал DimaTorzok